бисквит для торта для этого мне надо 5 яиц 150 грамм просеянной муки и 100 грамм сахара взбиваю яйца и сахар яйца и сахар Продолжение следует... Взбила яйца с сахаром до такой светлой пышной пены. Вот такая светлая пышная пена получилась. Ну а теперь потихонечку буду муку вмешивать лопаткой. Потихоньку снизу вверх, чтобы пена сильно не осела. Вот так. Взбила яйца с сахаром до такой светлой пышной пыльной 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 пыльной. Тесто такое воздушное получается. Сразу же как размешала, выливаю тесто в форму и ставлю на 180 градусов в разогретую духовку. Взбила яйца с сахаром до такой светлой пыльной пыльной. Запекаю. Бисквит испекся. Можно проверить. Сухо. Все готово. Полчаса пекся в моей духовке на 180 градусов. Остынет и буду его вытаскивать. Вот такой получился бисквит. Очень пышный, воздушный. У меня получилось два коржа. Для крема мне надо 500 грамм маскарпоне холодной, 200 грамм сливок холодных, 1 пачечка загустителя и 100 грамм сахарной пудры. Я ее просеяла через сито, чтобы не было крошек. Вот такой получился крем. Довольно-таки густой. Теперь собираем торт. Смазываем кремом. Коржи я не пропитываю. Можно пропитать сладкой водой. Но мы не любим влажные коржи, поэтому я не буду пропитывать. Продолжение следует... Ну а теперь, чтобы украсить торт, пойду в огород и соберу ягоды. Малину, ежевику. Вот такая малина у нас. Продолжение следует... Вот такой получился у меня торт. Просто, быстро. Я сделала все за раз, за один день. Приятного чаепития! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...